На пра, на ле, фу! К середине, сом, ничь! 9 мая в день победы на Первомайской площади в Абакане торжественным маршем пройдут порядка 700 человек. Это представители 5-й отдельной ордена Красного Знамени Железнодорожной в Познанской бригаде МВД, УИН, кадеты из Саиногорска, студенты. Украшением парада традиционно станут девушки. Женский отряд от службы исполнения наказаний. Бойцы на каблуках делают шествия интереснее уже который год. Сегодня репетиция парада первая совместная. До этого оттачивали мастерство строевого шага, каждая коробка отдельно. В числе тех, кто пройдет 9 мая по главной площади республики, все как на подбор. Гордость силовых структур и армии. Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ура! Ура! Отбираются лучшие ребята, которые по всем показателям, по показателям боевой подготовки, в строевом отношении, которые подтянуты. Естественно, они являются участниками, исходит в состав парадных расчетов. Мы внуки, правнуки, ветеранов, дедов, которые воевали, принимали участие в боях Великой Отечественной войны. Естественно, мы проникнуты духом патриотизма, ну и, естественно, и как бы в дань памяти наших дедов-прадедов покажем отличный результат в прохождении торжественной марши. Парад победы и мероприятие по-военному строго и четко регламентированное в построении приветствия марш. Отклонения от сценария не допускаются. И все же в этом году тоже появится своя изюминка, про что можно сказать такое в Хакасии первый раз. Может быть, мы штандарты, как историческую религию, выделим в небольшую отдельную часть и пронесем их, историческую часть, и пронесем их перед началом прохождения основных всех коробок. 9 мая в Абакане пройдет и парад настоящих победителей Великой Отечественной войны, акция «Бессмертный полк». В прошлом году она собрала 15 тысяч участников, что для Абакана цифра большая. Маршрут «Бессмертного полка» остается прежним от Абаканского дворца спорта по проспекту Ленина через весь город к Вечному огню в Парке Победы. В ряды «Бессмертного полка» можно встать как со специально изготовленным штендером, так и просто с фотографией. Пусть она будет даже распечатана на обычном принтере. Это как раз тот случай, когда главное – участие. Акция «Бессмертный полк» – это не только шерствие, и даже может быть не столько. Идея акции заключается в том, чтобы сохранить память о ветеранах. И основная эта работа идет в семьях, когда мы поднимаем наши пыльные семейные альбомы, рассказываем нашим детям, внукам и даже, наверное, уже правнукам и праправнукам ветеранов о подвиге деда. Как и в прошлом году, в Черногорском парке будет организована «Стена памяти», где участники могут оставить фотографии своего фронтовика. В этом году организаторы предлагают сделать больше, прикрепить к фото лист с описанием фронтовой жизни солдата, чтобы подвиг каждого стал частью истории большой победы большой страны. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.